Сегодня строительство жилых и общественных зданий немыслимо без использования современных комплексных решений, отвечающих требованиям энергетической эффективности и соответствующих строительным нормам по обеспечению теплозащиты. Одним из таких решений является возведение трехслойных утепленных стен. Три слоя системы состоят из несущей части стены, слоя каменной ваты и кирпичной облицовки. Система может выполняться как с воздушным зазором, так и без него. Такое решение применяется в качестве несущей и самонесущей ограждающей конструкции монолитно-каркасных зданий различного назначения. Система обладает целым рядом преимуществ. Кроме эстетически привлекательного внешнего вида фасада, кирпичная облицовка устойчива к внешним механическим воздействиям, а также не требует покраски и обновления в течение всего периода эксплуатации. Возведение кирпичной кладки. Прежде всего убедитесь в наличии на фундаменте гидроизоляционной отсечки из рулонных битумных материалов, которая будет защищать конструкцию стены от влаги снизу. Монтаж начинаем с укладки первого ряда облицовочного кирпича и ведем поэтапно по 8 рядов. С самого начала необходимо выстроить четкую геометрию будущих стен строения и вывести их по уровню. Далее укладываем кирпич на строительный раствор. Вертикальные швы между кирпичами выравниваем при помощи квадратного металлического прутка, в данном случае сечением 10 на 10 миллиметров. Швы аккуратно затираем раствором и заглаживаем специальным шпателем. Чтобы лицевая кладка была красивой и ровной, единообразие горизонтальных швов обеспечиваем при помощи этого же металлического прутка. Доводим облицовку до уровня 8 рядов, что соответствует высоте кладки 600 миллиметров. После этого монтируем несущую часть стены. В нашем случае расстояние между стенами равно 70 миллиметров. Монтаж теплозвукоизоляции. Для утепления трехслойных стен рекомендуется использовать теплоизоляционный материал на основе каменной ваты – техноблок, обладающий оптимальной для данной конструкции плотностью 45 килограмм на кубический метр. Этот материал абсолютно не горюч, отличается долговечностью, хорошей паропроницаемостью и не дает усадки во время эксплуатации. Техноблок представляет собой плиты из каменной ваты размером 1200 на 600 миллиметров. Плиты устанавливаем в пространство между несущей и облицовочной кладкой и прижимаем к несущей части стены. Между утеплителем и облицовочным слоем рекомендуем оставить вентиляционный зазор шириной 20-40 миллиметров. Вентиляция в воздушном зазоре между утеплителем и кирпичной отделкой обеспечивается за счет продухов в последней. Отверстия, продухи, которые могут представлять собой незаполненные раствором швы или специальные шовные вентрешетки, делаем в стене сверху и снизу каждые 3 метра по высоте и метр по ширине. Установка гибких связей. Гибкие связи, которые обеспечивают целостность всей конструкции, важный элемент системы. Рекомендуем применять гибкие связи с защелками-ограничителями для создания воздушного зазора, которые для надежного соединения со строительным раствором состоят из стеклопластикового стержня с цилиндроконическим анкерным расширением по краям. Количество гибких связей определяется из расчета несущей способности стены. Обычно оно равно 4-5 штукам на 1 квадратный метр. Связи устанавливаем в горизонтальные швы кирпичной кладки с шагом по ширине не более 600 мм. Столько же или 8 рядов кирпичной кладки по высоте. Глубина установки стержня гибкой связи в шов кладки в облицовочном и несущем слоях должна составлять не менее 90 мм. Надетая на стержень распорная шайба фиксирует теплоизоляцию к несущей стене и обеспечивает воздушный зазор. Толщина защитного слоя раствора от края стержня до плоскости фасада по условиям пожарной безопасности должна составлять не менее 20 мм. Расстояние от вертикальных швов кладки до связи не менее 60 мм. После того, как все связи установлены, приступаем к монтажу следующего ряда облицовочного кирпича. Чтобы в воздушный зазор не попадали частички строительного раствора и не перекрывали его, можно применять временные рейки, расположенные вплотную к кладке с внутренней стороны. Таким же образом продолжаем вести монтаж до самого перекрытия. Внешний вид получившегося фасада выглядит как цельное кирпичное строение, но оно имеет свой секрет. Наличие каменной ваты внутри кладки обеспечивает надежную защиту дома от холода. Воздушный зазор предотвращает накопление влаги внутри конструкции, что увеличивает срок службы системы в целом. Фасад является важной частью, настоящим лицом здания. И от того, насколько грамотно он устроен, зависит его долговечность и надежность. Система слоистой кладки с эффективной теплоизоляцией на основе каменной ваты Техноблок – залог тепла, уюта и тишины в вашем доме. Программы расчета и подробные инструкции по монтажу вы найдете на сайте тепло.тн.ру. Получить профессиональную консультацию и информацию о возможности обучения в учебных центрах Технониколь можно, позвонив по телефону 8 800 200 05 65.